Более миллиона четырехсот тысяч тонн белорусского золота в областных закромах. Таков итог уборочной страды образца 2015 года на Брещене. Несмотря на непростые погодные условия, а засушливое лето и правда проверило хлеборобов на прочность, все-таки удалось собрать хороший урожай. Не обошлось и без рекордов. Впервые в истории один из районов намолотил 200 тысяч тонн зерна. Этот рубеж удалось перешагнуть барановическим друженикам села. К слову, и межающую аграриями Ляховического района была обеспечена и самая высокая урожайность полей. Около 55 центнеров с гектаром. Конечно, это не один год работы. Барановский район уже последних пять лет идет стабильно с приростом по зерну. И вот в этом году мы почти 20 тысяч добавили зерна по валу в районе. Основа это люди, работающие на этой земле. Я говорил, начиная от руководителя, управления сельского хозяйства, специалистов, руководителей хозяйств. Но самое главное, те люди, которые начинали с того, что пахать, сеять, хлеборобы, механизаторы. Труд – это труд многих-многих людей, того, что достиг сегодня, конечно, Барановский район. Такие результаты битвы за урожай – залог хорошего настроения на мероприятия, которые традиционно венчают уборочную страду на Дожинках. В этом году гостей принимал город Иваново. С раннего утра на центральных улицах районного центра было весело, шумно и красочно. Однако подготовка к празднику включала в себя не только организацию масштабной выставки-ярмарки. В рамках областного фестиваля было торжественно перерезано сразу несколько красных лент. После модернизации открылся Центр культуры и народных традиций, детская консультация и магазин. Но данные объекты – только часть всего, что было сделано в Иваново для комфортной жизни, учебы и работы горожан. Что радует, что, видите, привели в порядок город Иваново. Значит, он стал еще красивее. Введено несколько хороших объектов знаковых. Дом культуры, значит, поликлиника детская. Открылся новый фирменный магазин, также наших производителей – Санта-Бремор. Ну и в целом благоустройство сделано города. Это все останется здесь для жителей города. Поэтому это все радует, что у нас есть возможность праздник сделать и для тружеников села, и праздник сделать для жителей города Иваново. К слову, на областном фестивале тружеников села в Иваново буквально яблоку было негде упасть. Праздник получился действительно общим и народным. Жители и гости районного центра высоко оценили как уровень организации самого мероприятия, так и то, как преобразился к фестивалю город. Изменился наш город в лучшую сторону. Молодцы, все организации старались, все хотели сделать вовремя. Город у нас изменился, сделали хороший ремонт. Гости приехали к нам, мы все рады видеть. К Дожинкам изменилось абсолютно все, намного краше стал наш город, поменялись многие здания, улучшились улицы, вообще инфраструктура вся поменялась, и город стал играть новыми красками. Чествование главных виновников торжеств, аграриев Брещины, по традиции стало ключевым моментом дожинок. Несмотря на то, что ленты победителей, многие из них уже надевали, они признаются, что все равно волнуются. Ведь каждый выход на сцену за наградой и момент незабываемый. Но о том, что чувствуют в такие минуты, рассказывают, видимо, стесняясь повышенного внимания неохотно. И постоянно стремятся вернуть нить разговора в привычное рабочее русло. Люди все ответственны, все прекрасно понимают, что урожай, который был убран в этом году, выращен в очень тяжелых условиях, в экстремальных условиях. И его надо убрать без потерь, просушить и положить за крома. Сельское хозяйство, наверное, в душе. Там отец работал, наверное, с самого начала. Вот и все, завязалось с сельским хозяйством. Потом, ну, жатва, третий сезон у меня уже, первый как бы так себе, как бы говорится, как учебный. А вот третий удался хорошо в передвигах, да, первый раз. Что чувствуете? Отделитесь эмоциями. Радость, радость, вообще неожиданность. Я не ожидал, что будет такое у меня. Начиналось как бы еще так себе, не мог осознать, что такое уборка. Потом же постепенно вник в этот вот и все, и пошло все отлично дальше. Легкой работы хлебороба не бывает. Она всегда у зимнедельца тяжелая. Поэтому главное, чтобы было выдержка и терпение. Всем главное здоровья, понимание и всего самого наилучшего. Несмотря на то, что в рамках областного праздника урожая подводятся определенные итоги, деятельность аграрной отрасли он не останавливает. Жатва только один из этапов сельскохозяйственных работ. Сегодня на полях продолжается уборка кормовых, подготовка почвы и севозимых. То есть закладывается основа урожая будущего года, а значит впереди еще много работы, обязательной и важной. Той, которая является гарантией продовольственной безопасности страны и благополучия ее граждан. Не все же районы работают одинаково, поэтому кое-какие районы отстают. Им надо подтягиваться. Есть земли, которые неэффективно используются. Кроме того, у нас очень много миллиарированных земель. Здесь нам надо также более активно работать, привести их в более надлежащий порядок. Ну и самое главное, нам разобраться с теми культурами, которые в регионах произрастают. То есть разобраться со структурой посевных площадей, чтобы мы не выращивали культуры в тех регионах, где они слабо дают отдачу. Вот в этом году и в следующем будем этим заниматься. Анастасия Страбко, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания Бук-ТВ.